Музыка Когда они убивали их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище и Бог Всевышний, Избавитель их, и льстили Ему устами своими и языком своим, лгали пред Ним. В сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он милостивый, прощал их грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей. Он вспомнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святаго Израилева, не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цуан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения отдал гусенице и труд их саранче, виноград их побил градом и сикомары их льдом, скот их предал граду и стадо их молниям, послал на них пламень гнева Своего и негодование и ярость и бедствие посольства злых ангелов, уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве, поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамову, и повёл народ свой, как овец, и вёл их, как стадо пустынею, вёл их безопасно, и они не страшились о врагов их по крылу моря, и привёл их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его, прогнал от лица их народы и землю их разделил, наследие им и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они ещё искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали Его высотами своими, и стуканами своими возбуждали ревность Его. Третья часть 77-го псалма продолжает повествовать нам о временах исхода Израиля из Египта, когда богоизбранный народ, даже ощущая на себе незреченную милость Божью, всё равно оставался глухим голосу закона Божия. Приложенная нашему вниманию часть начинается, как может это показаться человеку далёкому от правильного понимания священной библейской истории, весьма жестокими словами. «Когда Он, то есть Господь, убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – Избавитель их». Однако в этих словах, по мнению святых отцов, нет ни капли жестокости. Святой псалмопевец просто-напросто подчёркивает, что о Боге нужно вспоминать не только тогда, когда с нами приключится та или иная беда, но истинно верующий в Бога человек помнит о своём Творце непрестанно. Ведь мысль о Боге, согласно словам святителя Григория Богослова, должна быть настолько свойственна нашему сознанию, насколько свойственна нашему телу дыхания. Святитель Иоанн Златоуст, размышляя над привидёнными словами из 77-го псалма, пишет, «Истинный добродетель в том, чтобы всегда памятовать о Боге, чтобы призывать Его помощь и благополучие, потому что если мы будем помнить Его в счастье, то и Он вспомнит о нас в несчастье. Искать же Бога по нужде, когда Он наказывает, значит обращаться к Нему не сердцем, а только по необходимости исповедовать, что Бог – помощник и избавитель. Поступать так свойственно злым и неблагодарным рабам, для которых Господин не будет знать милости, в виде их вынужденного признания. Тем более поступит так Бог, который знает лицемерие лукавых и злых людей и ясно предвидит то, что затем последует». А святитель Филарет Дроздов говорит ещё более откровенно, «Иным кажется во время бедствия, что они способнее были бы славить Бога во время благополучия, и что потому не на пользу послано им бедствие. Ты думаешь, что славил бы Бога, если бы не был несчастлив, а напротив был осыпан Его благодеяниями. Вероятно, потому что нетрудно. И бессловесное оказывает ласку тому, кто даёт Ему корм. Не к великой же добродетели ты себя располагаешь. Немного же, видно, дорожишь добродетелю более возвышенную, хотя более трудную. Но если ты ленив и низок для добродетели трудной и возвышенной, то не ручайся за себя, что и для добродетелей низшей и легчайшей ты не был бы так же ленив и низок. Престань мечтать и посмотри на опыт Писания. Посмотри опять на того же Израиля во время бедствия и узнай, препятствовало ли оно или, напротив, помогало ему славить Бога. Видишь ли, что и благополучие может быть опаснее бедствия, и бедствие – спасительнее благополучие. Каким же образом бедствие может быть полезнее благополучия? На этот вопрос также отвечает святитель Филарет. Не завидуй же благополучию и не унывай в бедствии. Помышляй, что тебе послано бедствие для того, чтобы или предохранить тебя от неблагодарности и забвения о Боге, на которых благополучие могла бы довести привязанность к земным благам и удовольствиям, или очистить тебя от действительных грехов, прошедших дней благополучных, или призвать тебя к высшей добродетели, чтобы не только сделать тебя более безопасным от ада, но и доставить тебе более светлый венец на небе. Продолжая описывать евреев, вышедших из египетского плена, псалмопевец весьма нелестно, но при этом достаточно справедливо отмечает, что они льстили Богу устами своими, языком своим лгали пред Ним. В сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны совету Его. Вот в чем заключалась главная проблема евреев. Если бы они по-настоящему служили своему Богу, они бы никогда ни в чем не имели недостатка, и ни один народ никогда не поработил бы их. Но, к сожалению, человек, и особенно человек ветхозаветный, то есть подверженный влечению греха более, чем человек новозаветный, не понимает, что высшее для него благо заключается в следовании воли Божьей, точно так же, как наибольшее зло в противлении ей. Несмотря на все падения человека, Бог, по слову псалмопевца, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. По замечанию блаженного Феодорита Кирского, Бог никогда не посылал человеку наказание, соразмерное его греху, потому что, если бы мы получали то, что заслуживаем, ни один человек не остался бы в живых. Следовательно, Бог в своем отношении к человеку руководствуется не законом справедливости, но законом милости и любви. Помня об этом, будем стараться никогда не проявлять Бога своими поступками, ведь каждый наш грех – это, прежде всего, грех против любви Божьей. Приступая к заповеди Господней, мы нисколько не унижаем величие Божье, ведь Бог велик сам по себе. Однако грехом мы наносим Богу более серьезный ущерб. Мы обижаем Его любовь по отношению к нам тем, что показываем свое безразличие ко всем Его благодеяниям. Будем же по-настоящему любить Бога и на основании такой любви стремиться к исполнению всех Его заповедей, благодаря которым каждый из нас сможет унаследовать то блаженное Царство, которое Господь уготовал всем истинне любящим Его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...